всем привет мои хорошие с вами светлана и сегодня у нас топ лучших средств faberlic это именно те средства которые каждому советую попробовать faberlic нас здесь уже было тяжелее определиться с фаворитами потому что много работающих много хороших и действительно достойных средств faberlic но я все-таки выделила подборку именно тех которые вот прям лучше всех the best скажем так открытием этого года для меня именно стал аромат beauty кафе каприз буду делать вам здесь вставочки с артикулами средств и их фотографиями как-то вот никогда не сталкивалась с ним и пробник по моему не брала здесь в руки попал гей для душа парфюмированный и поняла что в аромат влюбилась не все ароматы я пробовала faberlic наверное процентов 80 брала пробники и мало какие нравятся практически никакие вам уже говорил об этом но здесь прям зацепил поэтому это для меня открытие года аромат очень классный сладкий я бы назвала его скорее зимним мне кажется летом он может удушать поэтому девчонки рекомендую кто тоже не подружился с ароматами с ароматами faberlic еще не пробовал beauty кафе каприз взять пробничек и попробуйте или взять тоже парфюмированный гель для душ или дезодорант это хороший формат хороший вариант оценить именно ароматы по достоинству из декоративной косметики а точнее из помад на первое место ставлю жидкую матовую губную помаду из линейки глэм тим я ее обожаю девчонки и она по мне аналог помады вивьен сабо жидкой матовый тоже абсолютно также ложится абсолютно также ведет себя на губах очень комфортная кремовая не пересушивает губы финиш матовый но когда наносите она такая очень нежная и даже в каких-то моментах глянцевая а потом когда немножко впитывается в губки становится уже матовый красивый ровный финиш который не подчеркивает ваше шелушение который дарит губам абсолютный комфорт она невесома она такая бархатистая общем рекомендую девчонки там на самом деле мало достойных оттенков почему-то в этой линейке не могу понять почему но есть из чего выбрать есть такие классические нюдовые несколько штучек и немножечко поярче в общем присмотреться есть к чему подводка маркер тоже стала для меня открытием года ее обновили она у нас теперь тоже получается выпускается в линейке глэм тим влюблена в нее пользуюсь на ежедневной основе рисую стрелку прорисовываю межресничное пространство больше всего мне нравится коричневая есть и красная я артикул коричневый на картинке оставлю идеально подходит под корей глазки она вообще смотрится практически как черная у меня совершенно не отпечатывается хотя у меня жирная века то есть если как подложку мы используем с вами сухие тени или пудру до сверху наносим подводку маркера все все прекрасно на у меня держится до поздней ночи никуда с глаз не осыпается не отпечатывается прям вот любовная любовь ну и души конечно я выделяю мисс кирл тоже коричнево она у меня сейчас на ресницах вот буквально новая в последнем заказе пришла и перепробовав новинки и множество тушек и берлик поняла что все таки это самое удачно уже сколько раз у нас ее обновляли да она сначала у нас было в оранжевом тюбике потом она у нас была в эри берри сейчас она называется мисс кирл но суть от этого не меняется для меня это самая лучшая тушь а во первых силиконовая кисточка во вторых во вторых которая выдает достаточное количество туши в третьих кисть немного изогнутой что позволяет немножко приподнимать реснички в четвертых она очень быстро засыхает и если у вас непослушные ресницы и не хотят ложиться красиво то этой тушью вы кисточкой немножечко приподнимаете их держите они практически тут же засыхают и лежат у вас ровненько однако одной очень красиво поэтому тушь мисс кирл у меня самая любимая особенно коричневая от нее как-то взгляд более естественное свое время прислушалась к девчонкам и теперь вот пользуюсь только ей из теней выделяю галактическое путешествие мне безумно нравятся эти тени я уже который год ими пользуюсь причем одними теми же тюбиками потому что хватает надолго я ставлю артикул светлого сияющего оттенка который мне больше всего нравится наносить вот поверх подводочки на серединку века чтобы придать взгляду мерцания можно и в уголочек и пальчиком немножко растушевывать а можно и плотный слой нанести но я так не и не рекомендую все-таки это такой продукт который застывает на ваших веках практически в корку не совсем конечно в корку но тем не менее если переборщить могут быть и трещинки я наношу спонжиком отине и потом слегка вбиваю пальцем растушевывают так как мне надо и получается сияющий взгляд такой свежий вот этот оттенок вообще восхитительные и много там хороших оттенков действительно они все мерцающие они все с шиммером очень достойные и красивые на возрастных веках особенно вот эти блесточки они смотрятся мне кажется освежающие омолаживают взгляд есть и фаберлик это отдельная прям для меня история их обожаю перепробовав множество кистей различных выделил для себя именно фаберлик и уже много лет тоже ими пользуюсь ничего с ними не случается сколько раз их мыло не волоски не вылезают ничего безумно удобно пользоваться не выпадают волоски они мягкие то есть для тех кто не любит чтобы кисть лицо царапала это ваша история и для век и для лица очень мягкий в этом году открытием стал кисть для тонального крема когда пользовалась тональным кремом носила только этой кисточкой восхитительно тонкое покрытие ровное идеальное просто вообще супер кто не пробовал кисть еще для тональника девчонки очень вам рекомендуем открытием года стала серия global oxygen мне очень понравилась эта линейка уже в течение нескольких недель я тестирую мусс для умывания я тестирую ночную маску практически добила уже и мне безумно нравится когда подобью все свои запасы буду брать крема смотреть как они себя ведут на коже в целом очень работающая крутая линейка и блески глиттер девчонки которые мы с вами в прошлом каталоге обозревали да девочки многие написали что их не смоешь и так далее все прекрасно смывается вот они у меня сейчас на веках этот глиттер от фаберлик тоже классный очень продукт не скатывается идеально на глазках сидит весь день до глубокой ночи тоже пенка вот это global oxygen она смывает этот глиттер она вообще прекрасно смывает макияж мы тоже видео с вами в отдельном и и тестировали великолепный продукт не пересушивает дарит какую-то свежесть что ли кожи такое ощущение что после этой пенки она настолько очищена что дышит то есть через кожу как будто ваш проходит кислород я вам уже описывала эти ощущения не знаю как по-другому передать но вот как будто ваша кожа начинает дышать поэтому серия классная мне очень понравилось в уходе за лицом сейчас я ее выделяю фаберлик дневной крем кислородный баланс до сих пор уже тоже который год является моим фаворитом на теплое время года только он достойно матирует кожу конечно ненадолго но тем не менее чудес у нас не бывает перепробовав множество кремов от множества компаний матирующих поняла что этот лучше во первых он невесомый он не ложится какой-то маской пленкой и так далее на ваше лицо ничего не закупоривает и действительно матирует и если у вас есть проблемы с высыпаниями то он тоже с этими проблемами борется это для меня пока любимейший крем на теплое время года гамаж из линейки аксиологи кислородное дыхание я вам много раз последнее время уже ему про него рассказывала пела ему оды он так же как вот и пенка но не так же еще даже сильнее global oxygen дарит какую-то свежесть и дыхание вашей кожи и причем от скраба такого нет и от других средств из этой серии до аксиологи а вот именно от гамажа почему-то там мелкие частички которые абсолютно не травмируют вашу кожу гелевая текстура частичек достаточно много но они круглые не травмирующие и когда вы умываетесь этим средством потом тоже такое ощущение что она очищена до скрипа в то же время не пересушена и кожа ваша начинает дышать дышать интенсивно дышать я не знаю может быть в этих средствах какое-то большое содержание именно этого кислородного комплекса фаберликовского может быть еще по каким-то причинам но они прям вот действительно крутые карбокситерапия тоже стала открытием просто этого года обожаю ее уже не одну упаковку и не две взяла сейчас вот тоже заканчивается буду брать обязательно еще и она очень круто работает именно в купе с маской то есть первый второй шаг отдельно не рекомендую брать лучше взять всю систему от первого шага в принципе ничего после второго шага начинает лицо пощипывать пеница да вот это все на вашем лице мы в отдельном видео тоже карбокситерапию с вами тестировали после третьего шага то есть когда вы первый второй своего лица смывайте вы наносите маску там у меня пощипывание начинается особенно в т-зоне прям вообще такое капитальное но где-то минуточку потом проходит и кожа практически съедает эту маску лицо потом безумно гладкой безумно ровный тон кожа упруга но в общем я в восторге просто от этой системы буду повторять и повторять тем более ее можно в отличие от пилинга применять и в теплое время года и выходить потом на солнышко поэтому система вообще великолепно девчонки кто не пробовал очень рекомендую тем более сейчас вышел формат малышек можно взять побюджет не да кому сразу не хочется такую сумму за кота в мешке отдавать можно взять формат мини-версии попробовать потестировать нравится вам надо новом или нет серии зролен тоже остается неизменным моим фаворитом в уходе за лицом не нравится абсолютно все продукты в этой серии особенно я выделяю сыворотку ночную маску и гель для лица но они все работают великолепный крем вокруг глаз все работает просто прекрасно эта серия направлена на городской тип кожи на усталый на серый такой да сразу появляется румянец у меня и от ночной маски и от геля и от крема для лица сразу появляется румянец и цвет лица становится как-то лучше свежее после ночной маски с утра встаешь вообще как будто прям выспалась хотя бы поспала там всего несколько часов серия великолепной и вот кто действительно хочет избавиться от серости цвета лица да вот есть девчонки мне писали такие вопросы что посоветуете когда вот лицо такое серое усталоя кожа такая вот вся никакая я советую себя серию уикенд попробовать начинать именно с нее серия классная до сих пор остается у меня фаворит хуже тоже не первый год из масок фаберлик я выделяю маску сливки биомика насколько мне не понравился мицеллярная не понравилась мицеллярная вода из этой линейки настолько же я обожаю маску сливки она потрясающие девчонки она действительно сливки очень круто увлажняют кожу сейчас прям на зиму могу смело рекомендовать она вообще на любое время года очень комфортно подходит а сейчас когда действительно нужно увлажнение наша кожа от морозов от отопления сохнет появляются какие-то шелушения вот эта масочка очень круто увлажняет кожу делает ее упругой выравнивает цвет лица лицо выглядит свежим потрясающе работает кто не пробовал девчонки прямо от души рекомендую еще одним открытием года стала у меня серия с ретинолом да это эксперт у нас серия сейчас буквально на днях закончился крем ретинол лайк и это вообще восторг на летнее время на теплое время года у меня коже вы навряд ли так принял а как сейчас 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 вообще просто впитывается моментальным хотя многие жаловались девчонки на жирность именно от этого крема мне кожи комбинирована и но сейчас уже она у меня нормальная зимоя на у меня нормальная слава богу который год как начала пользоваться faberlic нет никаких шелушения в той зоне вот и зимой она у меня нормально этот крем она просто впитывает использовала на дневной основе, у нас с вами на дневной основе нужно использовать крем, да, и на ночь наносить сыворотку. Сыворотка, не скажу, что прям такой вау-эффект вызвала, но я как-то ее немножко подзабыла, потому что нужно тестировать сейчас и ночную маску Global Oxygen, много других продуктов интересных. А вот дневной крем к нему именно рука и тянулась с ретинолом. Великолепно работает, кожа разглаживается, кожа выглядит моложе. Я заметила это сразу после нескольких применений. Первых мне понравился очень крем, он действительно работает, серия классная. Про шприцы из этой серии мы тоже с вами уже разговаривали, они тоже работают, дают временный эффект, но в то же время работают. То есть нанесли их, морщины разгладились, помылись, вечером морщины опять у вас на месте. Вот таким образом работают шприцы из этой линейки новинки. Несменным фаворитом, конечно же, у меня является пилинг Фиберлик, а именно шаг А и шаг Б. Шаг С стоит до сих пор, уже надо выбрасывать срок годности у него подходит к концу. Не первый раз тоже беру пилинг, уже несколько раз его брала, мне очень нравится. Шаг А это, собственно говоря, сами кислоты, ахак кислоты, мы наносим на лицо, оно может пощипывать в зависимости от того, насколько чувствительна ваша кожа, насколько привыкла к таким процедурам. Шаг Б это микроэмбразия, это скрабик, грубо говоря, даже не скрабик, а гаммаж, в котором очень-очень много мелких частичек. После того, как вы смыли шаг А, лицо ваше может покраснеть, после того, как вы проработали его шагом Б, оно будет вообще красным. У меня, по крайней мере, так даже до сих пор. После первой процедуры я ходила с красным лицом, помню, когда мне только по стартовой программе пришел этот набор, часов шесть. То есть эту процедуру мы делаем на ночь, эту процедуру мы делаем в холодное время года, мы не пользуемся кислотными пилингами в теплое время года и не выходим на солнце без СПФ потом. Особенно, кто склонен к появлению пигментных пятен, я не склонна, поэтому кремами с СПФ не пользуюсь, но и летом его тоже не применяю. Летом прекрасно кислотные пилинги заменяют карбокситерапию. Зачем нам нужен этот пилинг? Собственно говоря, зачем нам нужны кислоты? Кислоты нам нужны для молодости кожи, девчонки. Они прекрасно, как вам объяснить, очищают нашу кожу от застарелых клеток, отшелушивают, омолаживают. Любая кислота, она всегда направлена на омолаживание. Даже если брать аскорбиновую кислоту, да, обычную в ампулах, давно вам обещаю про нее видео, снять с нему скоро обязательно, даже брать если ее, все это, любая кислота направлена на омолаживание. То есть она проникает в кожу, омолаживает каким образом, я не знаю, я не косметолог с образованием, но тем не менее. Я поняла, вот допустим, что без кислот моя кожа стареет. С кислотами нет, она вообще не стареет, она выглядит прекрасно и даже лучше, чем вот до кислот. Это 100% абсолютно. У меня были мимические морщины до того, как я начала пользоваться кислотами и в частности уходом в оберлик, здесь была глубокая и так далее. Это все убралось грамотным уходом и кислотным уходом и у меня больше нет морщин. Поэтому кислоты все-таки в уходе, мне кажется, 30 плюс нужны обязательно. Фаберлик довольно щадящий состав у кислотного пилинга, не агрессивный, можно делать прекрасно самостоятельно в домашних условиях и потом любоваться своей кожей. Мягкой, очищенной, гладкой, разглаженной после процедуры. Этот эффект сохраняется. Сохраняется, имеет такой вот накапливающий эффект, скажем так. Очень крутой работающий продукт это сыворотка для ресниц. Особенно для девочек, кто когда-то делал наращивание, а сейчас восстанавливает свои ресницы, я наращивание не делала никогда, но тем не менее курсами прохожу вот этот вот уход за своими ресничками и бровями и уже рассказывала вам, что у меня даже после этого уголка, где вообще ресницы в принципе не должны расти, как-то ресницы росли, пришлось выдергивать. То есть это действительно работающая сыворотка. Ресницы становятся длиннее, ресницы становятся гуще, растут новые и они становятся ярче. То есть они, если у вас светлые от природы, они почему-то вот у меня не совсем светлые, но и не черные, но когда я пользуюсь этой сывороткой, они становятся практически черные, такие такой яркий, насыщенный цвет. Но нужно помнить о том, что важна и нужна везде системность, обязательно ежедневно, хотя бы раз в день, на ночь мы наносим на наши реснички сыворотку, это очень удобно делать, спонжиком, потом по всем ресничкам, по верхним, по нижним распределять щёточкой. Обязательно. День пропускаете, уже эффект будет не тот. Вот прям поставить себе где-нибудь рядышком и всё, и перед сном, прям там на прикроватный столик, обязательная процедура, записку написать, делать, проделать курс, месяц. И вы увидите результат где-то уже через 10 дней. Я увидела, по крайней мере, уже его видно. Ресницы уже становятся совершенно другими, их больше, они красивые и растут новые. Ещё одним открытием года стал у меня Кушон АйСиул. С тех пор, как у нас появилась программа Фаберлик Лайк, можно взять всякие небюджетные средства с хорошей скидкой. Вот первым, по-моему, средством, которое я взяла по этой программе, был Кушон АйСиул. Уж очень мне хотелось попробовать. Много отпили ему консультанты. И сейчас это мой самый любимый тональный крем. Я не пользуюсь ни одним тональным кремом, только этим Кушоном. И мне не нужна, в принципе, пудра. В течение дня он хорошо себя ведёт. Вот уже вторая половина дня, и только начинают появляться лёгкие-лёгкие блеск в тест-зоне. С утра я его ранним утром нанесла. Это прекрасная тональная основа. Он здорово перекрывает недостатки. Он хороший, как консилер. Даже если небольшие синячки под глазками есть, он тоже перекрывает. В то же время он абсолютно невесом, он не закупоривает поры. Он не западает в морщинки. Ну, может. Я наношу и на веки его. Вот может, когда только нанесла, в складки века немножко скататься. Потом пальчиком это поправила, всё и всё, он остаётся на месте. До позднего вечера он остаётся на месте. Мне очень нравится оттенок. И он слегка подстраивается под цвет лица. Кушон этот мы наносим такими вбивающими движениями. Казалось бы, что это достаточно такой способ плотного нанесения. Но нет. Всё равно на лице текстура абсолютно невесомая, очень комфортная. Мне безумно нравится. Шелушинки не подчёркивают. Пора не забиваются на носу. А наоборот их как-то сглаживает и делает незаметными. Вот сейчас буду пробовать новый кушон. У нас из линейки Glam Team по программе Faberlic Light в следующем каталоге. Потому что IC Уловский уже кончается. И посмотрим с вами, насколько он будет хорош. И может быть, в принципе, это одно и то же. Скатка IC Улов. Мне очень нравится скатка IC Улов. Мне вообще эта вся линейка не совсем. Но вот эти два продукта, кушон и скатка, я прям обожаю. Скатка у нас с мелкими частичками. То есть это, знаете, что-то среднее между гаммажем и скаткой, которая у нас была раньше. В принципе, она и сейчас у нас есть. Но только туда тоже добавили частички. И теперь она у нас не просто скатка, но ещё и тоже с частичками. И мне нравится то, что есть там частички. Помимо того, что вы скатываете в остатки макияжа, пыли и так далее, всяких средств вашего лица, вы ещё немножечко отшлифовываете, скрабируете. И они достаточно такие, знаете, ну, не то что агрессивные, но на чувствительную кожу не очень сильно подойдут. А я люблю такой уход. Мне очень нравится. Поэтому это мой продукт, и у меня в запасе она всегда стоит. Там 100 миллилитров, по-моему, если не больше, хватает надолго. Мне почти на год хватает. Раз в неделю применять, а то и раз в две недели, когда скаточку возьмёшь. Кочек, Максик, разоспался на заднем фоне. Когда возьмёшь скатку, когда кислоту, когда карбокситерапия. Поэтому расход не сильно большой. И цена у него не сильно кусается. Вполне можно взять, потому что хватает действительно надолго. Ну и куда же без моих любимых гладких пяточек. Я уже сто раз вам советовала. Многие девчонки, кто попробовал, всё-таки остались мне благодарны и признательны. Сказали, что действительно классный продукт. А я использую бальзам гладкие пяточки не только на пяточки, но ещё и на руки, как ночной крем для рук. Потому что у меня жутко сухая кутикула. Ни один крем Фаберлик. И вообще мне так не увлажняет их и не восстанавливает, как гладкие пяточки. А ноги, это вообще я забыла, что такое сухость 100. После душа, после ванны сразу наношу этот крем и до следующей помывки как бы потом опять наношу. Никакой сухости. Потом пемзой пройдёшься как бы, да, там раз в неделю, два раза в неделю. Розовые пяточки идеальные вообще. Это мой восторг, это мой must-have. Я обожаю это средство. У меня всегда по несколько флаконов в запасе, когда бывает акция, набираю. И для рук это вообще просто моя находка, потому что прям вот временами кутикула настолько сухая, ну ничего не помогает уже, ну просто ничего. Но гладкие пяточки помогают всегда. Средство для интимной гигиены всегда в моём доме. Как только кончается, покупаю новое. Сейчас закончилось. И стоит Луника, да, новая серия. Луника по мне хуже. Там очень яркая отдушка, яркий аромат. Не всем это понравится. И мне, честно говоря, не очень нравится. Вот именно в этом средстве практически нет никакого аромата. Абсолютный комфорт, нежность, чистота. Всё в нём идеально. Поэтому уже третий год, наверное, я его беру. И постоянно оно у меня тоже должно быть в запасе. Дезодоранты. Не скажу, что это прям вау, какие дезики. Но здесь встал как бы вопрос о безопасности на самом деле. Потому что дезодорант всё-таки надо выбирать тщательно. У нас в подмышечных впадинах лимфоузлы есть. И там нельзя тоже закупоривать поры такими жёсткими дезодорантами по типу рексона и так далее. Потому что это чревато. Это может быть на самом деле опасно. Хотя раньше я пользовалась много лет только рексоной. И никогда не подумала, что куплю себе когда-нибудь шариковый дезодорант. Это же так неудобно. Потому что долго высыхает и всё такое. Но здесь, девчонки, попробовав, просто поняла, что, во-первых, да, не на 48 часов, как они заявляют, а на 24. Он меня защищает от запаха пота и от потливости излишнего пота отделения. Летом в том числе мне на день его хватает вполне. Утром снова как бы намазала, пошёл. И сохнет он достаточно быстро, никакого дискомфорта не доставляет. И следов на одежде не оставляет. И не содержит спирта, что тоже очень важно. Потому что кожа там тоже нежная, и она тоже нуждается в уходе. Поэтому дезодоранты у меня тоже есть. Всегда уже почти год, наверное, пользуюсь исключительно ими. Пасты детские. В отличие от взрослых паст, к ним вообще никаких нареканий. Пользуемся не первый год. Прекрасно очищают эмаль. Пробовала и на себе. И изумительно очищают эмаль. В течение всего дня у вас не появляется на ней налёт. Пасты прекрасные. Всё замечательно. Очень рекомендую. И бюджетные. Открытием года стала у меня серия, линейка целой Гринли. Первый продукт – это средство для унитаза. Мы с вами буквально там вот одно-два видео назад его тестировали. Мне очень понравилось. Оно оказалось мощнее, чем наша привычная серия дом-средства для унитазов. У него запах хвои у предыдущего средства был и есть. Очень едкий химозный запах. Я не могла им работать в ванной. Нужно было открывать дверь, заливать, быстренько убегать. Как бы вот так тяжело. А здесь нет ярко выраженный аромат хвойных эфирных масел. Химоза никакой не почувствовала. И мы с вами протестировали. Он убрал налёт. У меня с унитаза, который не убирал обычные средства. Поэтому понравилось очень. И второй продукт – это порошок Гринли. Тоже произвёл впечатление. Вал. Мы с вами тестировали его и сравнивали с нашим обычным порошком из серии Домфоберлик. Я ссылочки все полезные оставлю в инфобоксе. В том числе и ссылки на видео с прошлого года про моих любимчиков. И опять же подборку худших продуктов. Оставлю тоже в инфобоксе. Потому что некоторые мои мнения поменялись. Так как компания Фоберлик не стоит на месте. Развивается, обновляет формулы. Это очень приятно на самом деле. Работает с консультантами. Отвечает службу поддержки на вопросы вообще, если это будни. Прямо в течение получаса. Ну, по крайней мере, у меня так всегда. Это очень приятно. И прислушивается компания к консультантам. Поэтому прям да. Прямо в этом году да, вау-вау. В прошлом году у меня было гораздо больше антифаворитов, скажем. Скажем так, да. А сейчас у меня прям появилось гораздо больше любимчиков. Я по достоинству оценила и компанию, как она относится к консультантам. И сам уход от Фоберлик, он действительно крутой, работающий для меня. Даже после люкса я все равно возвращаюсь к Фоберлик. Ну, так вот, порошок Гринли я тогда ссылку оставлю в инфобоксе. Он круто работает, он помощнее немножечко, чем наш обычный порошок. Там содержатся у нас оптические отбеливатели, если я не ошибаюсь, да. Вот, в общем, надо пробовать. Есть пробники, надо брать и пробовать. Так, дальше. Обыкновенный порошок. Обыкновенный порошок у меня в прошлом году был в антифаворитах. В этом году формулу обновили. Сделали ее посильнее, помощнее. Если в прошлом году я вам жаловалась, что не отстирывает порошок вообще ничего, оставляет не то, что не отстирывает, а делает одежду какой-то серой, застиранной спустя несколько стирок, да. Это действительно было так. С новой обновленной версией порошка такого у меня абсолютно нет. Вещи выглядят яркими, чистыми. Я думаю, там тоже добавили оптический отбеливатель, конечно. И улучшили как-то формулу, и порошок стал мощнее. Поэтому теперь, да, я с удовольствием пользуюсь и чередую обычный порошок с Гринли. Почему бы нет? Карандаш пятного водителя. Это вообще вау. Я взяла его потестировать. Вместе с вами мы вводили пятно, наверное, 10-летней давности. Завалялась у меня кофта. И почему валялась? Потому что прям посередине здесь было пятно какое-то жирное. И оно ничем не отстирывалось вообще. Ни жидкий пятного водителя его не взял, ни спрей, ничего, никакая стирка. И тут карандашиком мы с вами вместе потерли. И чудеса. И случились просто чудеса. Я была в полном шоке. Так еще и после стирки, ну получается карандаш остался у нас с вами на кофте. После стирки вернулся первоначальный цвет кофты. А я ее как-то до этого постирала с темной вещью. Она была светло-розовая. И у меня после этого стала такая сиреневая, грязно-сиреневая. А после того, как мы постирали с карандашом пятного водителя, то есть его было там немножко, пятно было затерто просто, да, и вернулся цвет первоначальной кофты. Вот я была в шоке, конечно. Поэтому карандаш пятного водителя у меня лично выводит абсолютно любые пятна. Рекомендуется на бюджетное. Карандашик такой всегда дома нужен. Как-то у меня белый коврик. Пушистая дочь испачкала красками, акриловыми. И вот только он у меня оттер. Терло долго, потому что ворс где-то вот такой, но оттерло. Он справился с этой задачей, поэтому всегда тоже у меня теперь лежит дома. Средство для чистки духовок и плит тоже несменный фаворит. Оно очень круто работает. Справляется с сильными загрязнениями. Мы с вами очищали сковороды. Мы с вами очищали микроволновку, плиту, духовку. Замечательно работает. Сейчас я взяла себе еще на заметочку. Девчонки посоветовали. Я так тоже сделала. Я разбавила бутылочки из-под любого предыдущего средства. Фаберлик, не фаберлик. Типа фаберлик для стекол. Такая бутылочка с распылителем. Разбавляю практически пополам с водой. И вот так протираю. Потому что так она достаточно густая. И чтобы протереть поверхность, где нет сильных загрязнений, поверхность плиты, поверхность раковины, еще что-то достаточно вполне разведенного средства. Развожу его вот так пополам с водой. Потому что если даже неразведенное перелить, то оно из дозатора просто будет плеваться. А если разводим пополам с водой, то тогда выдается хорошая густая обильная пена, которая тоже прекрасно справляется с не сильными загрязнениями. А если у нас уже загрязнение сильное, то значит мы концентрированное средство наливаем именно на то место, которое хотим очистить, оставляем, забываем, приходим, смываем. Все прекрасно. Поэтому средство работающее. И оно самое мощное из очистительных очищающих средств Фаберлик. У нас же есть еще универсальное средство, паста в зеленом вот этом тюбе и так далее. Средство для духовок и плит самое мощное из всех, которые есть в Фаберлик. Остальное все не то. Освежители. Водные освежители всегда тоже в моем доме. Штучки по две всегда должно быть у меня в запасе. Для комнаты, для ванны, для туалета и так далее. Очень их люблю. Оценил их качество по достоинству. За то, что они водные, за то, что они безопасные. С нуля плюс. И для деток, и для животных. А у меня их два дома животных вот таких вот. Они тоже безопасны. Поэтому, да, пользуюсь всегда. Очень нравится новый аромат. Сейчас, который пришел такой, знаете, вот бежево-золотистая этикеточка. Очень нравился аромат, особенно на Новый год, когда ставишь елочку имбирный пряник. Сейчас его почему-то нет. Из таких вот новогодних только апельсин с корицей. Ну, хотя бы он. А так много достойных там ароматов. Они слегка отличаются по стойкости. Не сильно долго витают в воздухе. Но этого и не надо. А так со своей функцией они справляются прекрасно. Кондиционеры Фаберлик тоже великолепные. Но обновленная версия слегка хуже справляется со своей задачей. И делает белье не таким мягким, как старый. Но у нас еще остались старые. Правда, их на акции очень редко выводят. На сайте они есть. Я сейчас сюда прикреплю артикул и фотографию кондиционера, который больше всего люблю. Он из старой версии. Он действительно делает белье мягким. Более мягким, чем те, которые сейчас органы. И органу люблю за аромат. Вот эта вот новая версия. Мы с вами даже сравнивали. Я постирала постельное белье. Там часть наволочки под одеяльник постирала одним кондиционером, просто другим. И потом мы с вами тактильно, после того, как белье высохло, даже посмотрели, и это ощутимо. Да, вот этот кондиционер, он гораздо лучше справляется с твоей задачей. После него более мягкое белье, более мягкие полотенчики. И для меня он вот сейчас самый классный фаберлик. Ну, вроде все, все вот, что смогла собрать в кучу, рассказала вам, это те средства, которые я действительно рекомендую вам попробовать. Скорее всего, большая часть из них вас тоже не оставит равнодушными. Но обязательно пишите в комментариях свое мнение по этому поводу. Какие у вас любимчики? Будет интересно вместе с вами все это обсудить. А кто не зарегистрирован на фаберлик, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Я буду тогда вашим консультантом. Ну, вот и все, мои хорошие. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую, всем новогоднего настроения.